Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня воскресенье, 10 апреля 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы начать с президентских выборов во Франции. Они сейчас уйдут полным ходом. Стало известно, что к полудню проголосовали 25% французских избирателей. Это средняя цифра, потому что весьма различна активность избирателей в разных департаментах. Она колеблется от 20% до 28%. Это цифры на 12 часов. Также разница и активность сельского и городского населения. Потому что если к полудню проголосовали уже 40% французов, проживающих в сельской местности, что не мудрено, потому что там люди привыкли рано утром вставать, то среди горожан в некоторых предмесятах Парижа к полудню проголосовали всего 10% избирателей. Также проголосовали уже фавориты гонки. Сам президент Макрон и его основной конкурент Марин Ле Пен. Они оба голосовали в маленьких местечках на севере Франции. Он голосовал в маленьком городишке Ле Туке на берегу Северного моря, где у его жены Бриджит Вилла. И он любит туда ездить, потому что там проживает его собачка, белая собачка, с которой он любит гулять. Это аргентинский док, и ее не взяли с собой в президентский дворец, потому что она не совсем, чтобы доброжелательно к посетителям. Поэтому пришлось выбрать другую собачку из приюта, которая доброжелательна. И теперь она живет в президентском дворце и наслаждается вниманием посетителей. Видите, как важно быть доброжелательным в жизни. Не обязательно иметь экстерьер. Но это так, маленькая шутка. Итак, оба проголосовали, и Макрон, и Элли Пен. Она проголосовала в департаменте Паде-Кале, от которого она была избрана в ассамблею. Соответственно, французская пресса не имеет права комментировать выборы. То есть у них blackout до 8 часов вечера. Предполагается, что большинство кандидатов соберется именно в Париже для того, чтобы общаться с прессой. И после 8 вечера начнутся различные комментарии. Но поскольку мы не во французской юрисдикции, мы можем начать комментировать уже сейчас то, что там происходит. В принципе, мы не были обязаны и соблюдать французские правила. Что касается проекций, то предполагается, что в первом туре победят именно Макрон и Элли Пен. Это проекция большинства опросов общественного мнения, потому что они идут плечом к плечу фактически. Даже в последнем опросе она его опередила на 1%. Никто не ожидает победы одного кандидата, потому что нет абсолютного лидера этой гонки. Есть 12 человек, 12 кандидатов. И, соответственно, ожидается, что будет второй тур 24 апреля. И именно тогда решающим будет другой электорат. Я хочу это подчеркнуть, чтобы было такое четкое представление, что поскольку у Макрона и Элли Пен фактически одинаковой мощности поддержка среди избирателей, то, соответственно, привлечение электората других кандидатов будет решающим. И, соответственно, нам известно уже сейчас, что, скажем, команда Марин Элли Пен ведет активные переговоры с другими кандидатами, которые мы уже сейчас можем предполагать окажутся выбывшими из этой гонки после первого тура. И, соответственно, она будет предлагать им разные перспективы у себя, скажем, в правительстве для того, чтобы они прислали свой электорат отдать ей свои голоса. Это обычный политический процесс, потому что именно от этого будет зависеть успех каждого из этих фаворитов. Что касается президента Макрона, то он действительно очень сдал свои позиции, это очевидно. Его популярность продолжает оставаться высокой среди категории 50+, то есть люди 50 лет и далее продолжают поддерживать кандидатуру Макрона, потому что они считают, что в основном, конечно, по разным причинам, но в основном они считают, что реформы, которые намечает Марин Элли Пен, особенно в отношении мусульманской общины, особенно в отношении иммиграции, могут вызвать социальное беспокойство, как они пишут, социальные волнения, то есть они считают, что уже поздно что-либо предпринимают, что были совершены многие роковые ошибки во время деколонизации, когда начали использовать законодательство времен после Второй мировой войны, которое было создано для Европы, для того, чтобы решать проблемы после войны Европы, стали использовать для того, чтобы переселять мигрантов из стран Третьего мира, но это морально устаревшее, конечно, выражение, потому что нет первого и второго, нет больше борьбы между империализмом и коммунизмом, но, тем не менее, я считаю, что это удобное выражение, которое раскрывает смысл того, что происходит, это, конечно, мигранты, в основном экономические, из Африки, из стран Ближнего Востока, но не только, вплоть до Афганистана, поэтому публика 50+, считают, что реформы Марин Ле Пен могут быть просто опасными, они могут вызвать волну конфликта между Крестом и Полумесяцем, потому что слишком велика мусульманская община Франции, и это может привести к социальному взрыву, то есть у них, на самом деле, очень пессимистические взгляды, как правило, и они отказываются от борьбы, в то время, как молодежь Франции во многом поддерживает Марин Ле Пен, они считают, что можно еще многое успеть, можно многое перестроить и вернуться к некой идеальной Франции, которая существовала, Франции, где люди могут наслаждаться безопасностью, потому что вопрос о безопасности является одним из центральных на этих выборах, потому что в выборах, потому что даже появление такого кандидата, как Эрик Зимур, свидетельствует о том, насколько важна для французов эта колоссальная проблема с безопасностью, потому что вот эти ноу-гоу-зон, то есть эти зоны, где сжигают живьем полицейских вместе с машинами, это буквально в 9 километрах от Елисейского дворца, от Президентского дворца, творятся эти преступления, то есть молодежь поддерживает Марин Ле Пен в том, что это можно изменить, это нужно изменить, потому что в настоящий момент во Франции наблюдается ситуация, когда государство уже больше не контролирует всю территорию страны, то есть есть анклавы, где больше нет французских законов, частично там есть законы шариата, а частично даже нет и шариата, то есть в период предшествующий первому ТОРу было немало обсуждений именно проблем безопасности, проблем массовой миграции, которые привлекли столько внимания и поддержки к Эрику Зимуру, французскому журналисту, который начал свою политическую карьеру совсем недавно, вот в рамках этих президентских выборов, и соответственно ожидается, что скорее всего его публика отдаст свои глаза Марин Ле Пен во втором туре, но не только, потому что возможно и ситуация, когда все объединятся против президента Макрона, то есть развернется кампания, кто угодно, только не Макрон, или все против Макрона, потому что французский электорат припомнит ему, как говорится, все хорошее, начиная от расправ над желтыми жилетами, и конечно его либеральная политика не по душе многим французам, потому что, как вы знаете, он говорит о том, что французской культуры нет, это особенно задевает французскую молодежь, они считают, что у них есть их культура, их французская идентичность, и соответственно они отвернулись от него, именно поэтому они готовы поддерживать Марин Лепен, потому что она поддерживает французскую идентичность, как вы знаете, это основной элемент ее программы, также эти выборы будут решающими в случае победы Марин Лепен, они будут решающими для судьбы Европы, и во многом также для России или украинского конфликта, потому что Марин Лепен обещала референдум по выходу из Евросоюза и по перестройке Совета Европы, то есть она считает, что основным международным органом, институтом в Европе должен быть именно Совет Европы, в который входят практически все европейские государства, и соответственно на правах независимых, суверенных государств, а не вечной интеграции, безграничной интеграции и вечного расширения, французы также против того, чтобы Турция вступала в ЕС, то есть это была большая проблема, Турцию продвинули в ЕС, британцы, как известно, и соответственно, это была одна из причин, по которой французы отказались от Европейской Конституции, и они проголосовали на референдуме Жака Ширака, нет, и соответственно, также большая проблема в избрании Марин Лепен предстает перед НАТО, потому что, скорее всего, она будет также работать над выходом Франции из НАТО, это мнение очень многих политиков, что, в том числе и президента Макрона, что мозг НАТО мертв, что это организация времен холодной войны, и, соответственно, она завершила свой исторический цикл, она больше не востребована, она создает проблемы для того, чтобы обосновывать как-то необходимость своего существования, то есть это пожарники-пироманы, назовем их так, и поэтому избрание Марин Лепен окажет на основании этих факторов, окажет колоссальное влияние также на международную жизнь, то есть, скорее всего, если она победит, то это будет окончание этой траектории существования и Евросоюза, и в значительной степени это изменит структуру НАТО, то есть это положит начало другим процессам в истории, и, конечно, это означает невероятно много для нашей цивилизации, потому что это завершит эту массовую миграцию и фактически поглощение Европы другими культурами того, что на языке политологии стали называть Еврабия, то есть Европа и Арабский мир, они слились, и на самом деле, да, если победит президент Макрон, то уже через 30 лет, то есть к середине этого столетия, в Европе каждый третий житель будет выходец из Африки, имеется в виду либо Северная Африка, либо Субсахарная Африка, но, соответственно, европейский континент в корне изменится, это будет уже действительно не Европа, а Еврабия, или существуют другие названия, я не знаю, насколько они возможны для артикуляции на этой платформе, я думаю, что в целом я вам сказала то, что я хотела сказать, вкратце, что это решающие выборы для нашей цивилизации, потому что либо победит линия глобалистов, президента Макрона, либерала, либо суверенистов в лице Марин Лепен, и, соответственно, все будет решаться тем, на чью сторону встанет этот третий электорат, скажем так, то есть электорат других кандидатов, который будет делать свой выбор на следующем этапе, в следующем туре 24 апреля. Что касается меня, то, соответственно, я буду комментировать результаты уже после 8 часов вечера, но я надеюсь поговорить с вами на другие темы до этого, потому что у нас есть разные важные темы, которые необходимо обсудить. Я также жду ваших предложений, жду ваших комментариев, я надеюсь, что вы не будете забывать ставить лайки, и чтобы они не исчезали, писать мне короткие предложения, спасибо, мне было интересно, ставлю лайк, чтобы их закрепить. Пожалуйста, проверьте вашу подписку, она тоже имеет обыкновение исчезать, и, соответственно, я благодарю всех тех, кто принимает участие в дискуссии, и кто жертвует на развитие моего канала. Спасибо вам большое за ваш элегантный жест, все, кто делает донаты, ваши имена будут в первом закрепленном комментарии. Я желаю всем удачного дня и до вечера!